Всем привет, это Бибор Робин из команды T.O.B.N.I.N.E. Там, где хип-поп, туда приходим мы. В своем уроке я хочу сегодня показать вам и немножечко обсудить, рассмотреть движение под названием кросс-степ, но более интересные вариации. Если говорить о движении кросс-степ, оно выглядит следующим образом. Обычный кросс-степ. Все прекрасно знают, что это за движение. Это самая простая база. Мы же попробуем сделать из этого движения что-то интересное. И добавим сюда выдевание. Хочу обратить внимание, не продевание, а выдевание с интересным хватом. Плюс мы будем использовать тазобедренную область для того, чтобы это движение смотрелось более амплитудно. Итак, движение состоит из трех частей. Первая часть это кросс-степ. Степ. Вторая часть это движимость вашего таза. Ваш таз начинает двигаться с правой стороны, выходит вверх, правая нога сгибается в коленке, описывает окружность и возвращается на место. Так, вторая часть. Третья часть это непосредственно выдевание с интересным хватом. Выдевание, которое мы будем делать. Выдевание, которое мы будем делать. Итак, для того, чтобы сделать это выдевание более комфортным, хочу вам подсказать маленький выдевание хак, если так можно сказать. Хват, который вы делаете, это хват рукой под ногой, той же самой рукой, правой рукой под правой ногой за левое колено. В момент выдевания ваша кисть разворачивается внутренней стороной кверху, для того, чтобы у вас было больше пространства для этого выдевания. Потому что, если вы будете делать вот так, выдеть будет проблематично. Поэтому надо использовать все хитрости жизни. Итак, если мы совмещаем эти три движения вместе, у нас получается интересный кросс-степ с интересным выдеванием. Кросс, 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 по кругу выдевания, кросс, по кругу выдевания, кросс, по кругу выдевания, кросс. Все остальное, как бы, вы уже можете добавить сами от себя. Можете делать продевание, это уже как вам удобно. Вторая часть. Во второй части мы рассмотрим движение, которое по одной версии называется Indian степ, по другой версии называется кросс-степ. То есть, допустим, мистер Вигглс говорит, что это кросс-степ. Но на других мастер-классах я слышал название Indian степ. Мы остановимся на версии, по которой это движение называется Indian степ. Все его знают, делается на три счета. Легкое движение. Мы его можем приукрасить обычным хип-хоп продеванием классическим, которое, в принципе, умеет делать каждый ребенок. Очень просто, ничего сложного. Но, если мы добавим это продевание и выдевание в Indian степ, у нас получится что-то более-менее интересное. То есть, самое простое, мы просто совмещаем эти два движения. Indian, Thread Indian. Thread Indian. Это когда вы делаете Indian степ вперед, глядя сюда. Вы можете сделать то же самое с разворотом на 360 градусов. То есть, Indian. Thread Indian. Thread Indian. Продолжаем развивать движение Indian степ с продеванием. И теперь мы будем делать Indian степ с выдеванием. Если здесь мы продевали вперед, то теперь мы будем выдевать отсюда из закрытого положения. Приходить сюда и переходить на другую сторону. У нас получается Indian, Indian, Indian. На левую сторону, как вы видите, у меня немножко не так получается, как в свою. То есть, это, опять же, для вас показатель того, что надо тренировать все в две стороны, для того, чтобы развивать свое тело в двухсторонне. Эти движения, на самом деле, могут показаться вам простыми, но попробовав их, вы поймете, что это не так уж и просто. С вами был Бибой Робин, команда ТОП-9 на проекте Break Advice.